В Екатеринбурге два наших земляка, два пранкера, два Евгения, называющие себя в сети Жека и Еврей, сражающиеся с разного рода проявлениями мошенничества, а также примкнувший к ним художник, поэт, блогер и наш старинный расписной брателла Спартак, разоблачили попрошайку псевдоинвалида, который под соусом глухо не моты, приторговывает календариками за 100 рублей и львиную долю на попрошайного бабла отдает своей крыше. Кто-то опытный скажет, ну да, так все и есть, именно так этот бизнес и работает, зачем было пранкерам про такие очевидные вещи снимать 26-минутный видос и убивать целый день своей жизни на разоблачение лжеинвалида? Ну что тут сказать, кто как на жизнь зарабатывает, кто-то календарики людям задорого впаривает, кто-то разоблачительные видосики про это снимает, ну а кто-то на этом основании, с серьезным выражением, делает типа социально значимые репортажи по телеку. Мы Тау в свое время про профессиональных попрошаек и их крыши в Екатеринбурге сделали двухсерийный фильм «Исследование», и с тех пор мало что изменилось. Однако пранкеры Жека и Еврей – пацаны молодые, им для видосиков «Читай заработка» темы нужны новые, для них и их молодых зрителей неизведанные. И столкнувшись случайно в точке общепита с псевдоглухонемым, они из-за его разоблачения с радостью ухватились. Спусковым крючком стал расписной 75-летний художник и поэт Спартак, опознавший лжеинвалида, с которым он совместно питался в социальной столовой. Но Спартак его узнал. Скажи, он глухонемой, он инвалид или что? Нет. Разговорчивый? Нет, мы с ним разговаривали. Что мне делать-то, я растерял. Сейчас мы у него спросим, какой он. Здравствуйте. А почему так дорого? 100 рублей-то это дорого. Себестоимость 5 рублей. Ну, окей. 100 рублей. Все, спасибо. До свидания. Ты точно его знаешь? Не знаю. Это он? Он. Если ты уверен, что он не глухонемой, давайте мы проследим. Не, не, не. Слышишь? Да. Давай? А, да. А, да. Давай, давай. Мы решили за ним проследить, за этим дядькой. Какой-то он мутный. И Спартак считает, что он никакой не инвалид, а он нормальный мужик, говорящий. Пошли, там мужик уже наш уходит. Ну, пошли, Нью-Йорк. Потихонечку. А, я тебе могу. И евреи со Спартаком пошли за подозрительным торговцем календариками, чтобы подловить его на разговоре, то есть разоблачить. И им очень быстро повезло. По ходу движения по прошайке кто-то позвонил на мобилу, и он, о чудо, заговорил. Спартак, по телефону разговаривал, по телефону разговаривал только что. Вон он, идиот, по телефону разговаривал сейчас. Ты был прав. Я тебе говорю звуки, издавались звуки, знаете, какие-то слова были, тем более пошел. Казалось бы, все снято, все в кадре, человек совершенно очевидно, что разговаривает ртом. Обман раскрыт, но пранкеры решили его конкретно разболтать. И подпрягли под эту тему свою знакомую Снежану, которая по замыслу должна была разговорить клиента в центре полуторамиллионника. Но нет. Пациент молча гнул свою линию. И еврей тоже решил с ее помощью растормошить глухонемого. Но вдруг с ней-то он заговорит. По телефону же он говорил. Ты сейчас подойди к нему поближе, на перекрестке. И так, причем его долбани и попытайся вывести его на разговор. Чем заговорить, ты заговорил. Ага, проверим? Ну, давайте. Все, давай. Так, жестче, так жестче, так ты че, дядя? Понятно? Сейчас, да, 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 все. Давай, давай, малая, работать. Олежа, привет. Че, как дела, как жизнь? Что нового? Ты не узнал? А, ты не разговариваешь? А, я-то думала, вы Олежа. Ну, ладно, извините. Не купившись на уловку пранкеров, псевдоинвалид продолжил двигаться по Екатеринбургу. Как еврей и не очень быстроходный Спартак его то теряли из виду, то снова находили, мы подробно описывать не будем. Важно, что в какой-то момент лжеинвалид сел в троллейбус и снова заговорил по телефону. Ну, может, там попробуем, сейчас посмотрим, как там получится. Вот, все, что-нибудь, что-нибудь. Ну, вот же, базарец сидит, какой он глухонемой. Можно было вот прямо сейчас к нему подойти, сесть напротив и спросить, что это он прикидывается. Казалось бы, Жека прав. Почему было не разоблачить псевдо-глухонемого прямо в троллейбусе? Но нет. Евреи и Спартак продолжили свои шпионские игры. И, как показала практика, не напрасно. Им удалось не только разоблачить псевдоинвалида, но и вычислить дом на Эльмаше, где дислоцируется его крыша. Он постучался, подождал. Ему открыл мужик вот с такой вот суровой ряхой. Они нормально так общались с глухонемым, который потом что-то ему передал. Мужик издания, в свою очередь, указал ему куда-то, и они разошлись. В общем, ребята, дядя мутный, слежка продолжается. Он ходит в некий заброшенный дом, и туда деньги передает, в этот заброшенный дом. Все, это правда зафиксировано, это точно наше утверждение. Он-то передает деньги. Он разговаривал с кем-то. С кем-то разговаривал, деньги передавал. Надо его разоблачать. Прямо сейчас найдем, он ушел той дорогой. Мы же еще здание обойдем. И это, ты готов его? Еще раз с него спросить, еще жестче. В чем дело? Вывести его на разговор. Конечно. Пошли. Мы весь день бегаем, я устал уже его ловить. А немного погодя, произошло то, что давно случилось с кинематографом. Немой заговорил. Что, собственно, и требовалось доказать. Конечно, псевдоинвалид, выклянчивающий 100 рублей за никому не нужный календарик, обманывает. Ну, типа, хворому подают охотнее, чем здоровенькому бомжу. И пранкеры застыдили своего пациента. Но, стоит ли воспринимать эту тему, как повод не помогать ближнему? Великий вторник, могу только напомнить слова самого Иисуса Христа. Помог нуждающемуся, помог мне. Ну, в смысле, ему. Если человек просит, для вас не должно быть важно, глухонемой он или говорящий. Это ж не более, чем технологии, бизнес. И они на чистоту вашего сердца влиять не должны. А известно, что блаженные, чистые сердцем, якоти и бога узрят. Шестая заповедь блаженства, между прочим. Мужчина, стоп. Узнаете нашего товарища? Он говорит, что сами ходят в столовую кушать. Да. А вы говорящий? Вы заговорили? Конечно, говорю. Да? Кто у тебя в этом доме? Там кто? Там кто в этом доме у тебя, говорю, ***? А никто. Ты грудники *** носишь, ***? Сколько получаешь за день? Сколько получаешь за день? А ты что, ***? Правду скажи. Сейчас ментов вызовем. Правду скажи. Да. Вы по-разному. Правду говори. Давай. Сколько вы ходите за день? А там деньги дает, дает. Ты к кому ты все это относишь? 20-30 тысяч. Кто там? Да там есть пацаны. Пацаны есть? Кладя крышует? Да. Ну? Ну, ты им отношу. А тебя что имеешь? Да ничего не имею. В день? То есть откуда сам-то? Да пару тысяч имею в день. Ты приезжаешь, что ли? Да, я бомж. Так. Бомжую. И что? Подрабатываю вот таким способом. Его можно понять. По-другому он не может заработать. Ты понимаешь, что он что делает? Как же? Ну, и... А как я... Жен валит. Люди-то ему верят. Деньги дают. Еще немалые. С каждого по 100 рублей Спартак. Да, да, да. Каждый по-своему из трудной ситуации он нашел такой выход. Да, ситуация двоякая, конечно, ребята. И как бы и у мужика обстоятельства. И он без образования, и без опыта работы и выглядит так, будто отсидел и вышел в мир, но никому не пригодился. Вот он и нашел какую-то себе крышу и ходит, прикидывается глухонемым, собирая донаты. Как бы, да, неправильно, это обман. Но это выглядит так, будто у него и выбора другого не было. Понятно. Бессовестные так только работают. Но либо попавшие трудно-жизненную ситуацию люди. Попали, да. Попали. Другого выхода не нашли. Ладно, все, ребята, если вы в городе его увидите, запомните эту рожу наглую, увидите в городе его, не пишите лично, я приеду. Не попадайтесь. И увидимся в интернете.